Друзья, добрый вечер! Сегодня 1 октября и мы рады приветствовать вас на нашей передаче «Кухня Юго-Запада». Сегодняшняя передача будет посвящена играм на Малую Москву и событиям, которые происходят у нас во 2-м дивизионе. С вами буду я, Михаил Першин. И я Антон Погодин. Здравствуйте! Антон, в этой передаче мы обсудим Еврокубки. Начнем это делать прямо сейчас. Чуть позже к нам присоединится Игорь Кабаков, нападающий командой профутбол. С ним мы поговорим о команде профутбол, вообще о событиях 2-го дивизиона, но именно то, что связано с матчем Байкал профутбол. И обсудим, наверное, до Игоря все-таки с тобой золотую группу. И потом, после того, как пообщаемся с Игорем, будем обсуждать серебряную группу 2-го дивизиона. Давайте начнем с главного события, пожалуй, прошедших 2-х недель, которые связаны с нынешними дивизионами Юго-Западной Лиги. Ждали-ждали мы, дождались. И, к сожалению, отрицательные эмоции на данный момент. Не очень удачно выступили наши клубы. Если Атлант-Обнинск еще имеет какие-то шансы на выход в следующий раунд, проиграв дома Южному Старк Групп со счетом 2-4, то трейдер Тим Гус потерпел сокрушительное поражение со счетом 1-6. Там по игре, не по игре, сейчас мы разберемся. Против Восточного Витязя играли подопечные Владимира Гулешинова. И, конечно, шансов не очень много, к сожалению. Но мы всегда верим в камбэки и болеем за наших. Давайте поподробнее об этих матчах поговорим. Начнем с трейдера, наверное. Ну, наверное, с трейдера, да. Что рассказать? Во-первых, не было Павла Рутюняна раз. Не было Дмитрия Холестова два. Очень ограниченная скамейка была на этом матче три. Знаем средний возраст трейдера против бегущего Витязя. Витязя мы уже наблюдали в игре с Атласом. Он у нас играл 8-0, насколько ты помнишь. Тогда я судил. В этот раз я уже в роли комментатора выступал. Но, опять же, работал на этой игре. То есть 1-6 еще хорошо отделали? На 1-6, ну, наверное, да. Скажу больше да. Потому что бросилось в глаза. Из-за отсутствия Рутюняна трейдер просто перешел на вертикальные какие-то длинные забросы на Кулева. Мы знаем габариты Виталия, знаем, где он поиграл. Мастерство, знаем, конечно. Мастерство, да. Поэтому, в принципе, расчет был на так называемого столба. Ну, и на дальние выстрелы Андрея и Даниила Акименко, к которым уже Ньюго-Западная Лига привыкла. И, соответственно, был расчет на этот неожиданный удар. У боевых мастеров великолепно, у двух братьев поставлен удар. Но где-то вратарь спасал. Андрей Акименко незадолго до перерыва в крестовину попал. Ну, вот я тебя перебил. Как раз я хотел сказать, что у нас будет интервью Андрея Акименко. И он как раз говорил о том, что не поиграли счет. То, что по-хорошему, конечно же, на 1-6 не наиграли. А ты говоришь то, что хорошо, что 1-6. Ну, во-первых, не будем забывать то, что внутри поля и со стороны это немножко разные эмоции и видения. Во-вторых, ну а что человек должен сказать после игры, когда он только вот, она закончилась. Во-первых, мы скажем человеку огромное спасибо, что нашел в себе силы. Знаешь, после 1-6 в профессиональном футболе мало кто готов с прессой общаться. А здесь человек нашел в себе силы. И хорошо по полочкам все разложил. И при этом сказал о том, что они будут стараться в ответной встрече. Чисто любимые футболисты. Явно то, что если не получится выйти по результату, может быть, двух раундов вкравдывать его противостояние в следующую стадию, то уж во всяком случае на свою честь команда побьется на востоке точно. Побьется в любом случае. Ну, был в этой игре, правда, момент при счете 2-0, когда Виталий Кулев вместе с Игорем Читовым великолепно разыграли двоечку. После чего отличился 13-й номер трейдера. И то есть такое затишье было, знаешь, минут, наверное, может 10, когда вот этот 2-1 держалось. Трейдер пошел в прессинг. Я сразу в комментарии отметил то, что в таком темпе такие возрастные футболисты, я думаю, все-таки до конца не доиграют. В итоге к чему и, собственно, и привело. Появились разрывы в линиях. На месте центрального защитника оказывались иногда. И Виталий Кулев иногда дорабатывал даже, до своей штрафной добегал. То есть, ну, силы покидали потихоньку. Ну, а Витязь, обладая несколькими скоростными футболистами, там я вообще отметил шестерку красных, Иванов его фамилия, запомнился он мне. У них все атаки строились через него. И то есть вот эта его мобильность, человек просто оказывался постоянно, знаешь, вот как мисси. То слева, то справа, то по центру, то назад опускался за мячом. Ну, то есть, в принципе, с Атласом он же решил исход. Но там еще крупнее все закончилось. То есть, ну, был отрезок, когда могли зацепиться трейдер за игру. Но не получилось, силы покинули и получили полную обоську, как говорится. Получилось то, что получилось. Знаешь, давай сейчас мы дадим интервью Павла Рутиняна, который нам дал в преддверии этой игры. Ну, там, в принципе, она была на радостях, команда трейдер. И это, я думаю, тоже повлияло на результаты этой встречи. Был повержен один из лидеров 1-й дивизионный приоритет. Игра была принципиальнейшая. Помним мы, что в прошлом сезоне команды до последнего сражались за победу во 2-м дивизионе. Давайте послушаем это интервью. Здравствуйте, Павел. Дайте, пожалуйста, комментарий по прошедшей игре. Вот этой, да? Ну, играли с лидером чемпионата 1-й лиги. Очень хороший соперник. Ну, мы идем сзади по пятам, наступаем на пятки. Тоже у нас достаточно хорошая команда. Ну, в итоге показали свой футбол, не играли от соперника и добили 3 очка, выиграли. Ну, концовка чуть-чуть подвела нас, конечно, ввести в 3 мяча, а потом нервная концовка. И в итоге в один мяч выиграли, закончили. И какие у вас задачи в концовке этого сезона? Задачи у нас высокие. Мы хотим выйти в высшую, например, лигу. Там престижно участвовать у нас. Я думаю, команда созрела до этого чемпионата. И мы будем, ну, хорошими середняками, так сказать. За чемпионат, конечно, рано нам еще бороться, но футбол мы все покажем. Спасибо, Павел. Ну и вот, Павел так или иначе у нас второй раз в программе. К сожалению, воскресенья его, конечно же, не хватило. И Андрей Акименко об этом же нам скажет, то, что не было забивного Павла. Но, знаешь, мне кажется, еще психологически команда, знаешь, вот по себе. Помню, когда играли в первенстве мини-футболе в Москве, когда не знаю, там вторая, третья линия была, без понятия. И игры были, бывало, спаренные по субботам и воскресеньям. И вот ты выходишь в субботу, там оденешь какую-то важную победу такую, знаешь, играть еще в воскресенье, а ты выходишь, а у тебя прям вялик. То есть ты выплеснул эмоциональный. Мы не знаем, с кем играл Витязь, но Витязь там, в принципе, все в своем дивизионе, там на Востоке все понятно. Явно там не было таких эмоций. И, конечно же, мне кажется, этот фактор тоже сыграл. Я с игроками Витязи, я тебе скажу больше, разговаривал перед игрой с руководителем, с капитаном команды. Я говорю, ребята, а как у вас вообще в чемпионате дело, а как, чего? Они говорят, да, идем где-то на шестом-седьмом месте. То есть они даже в таблицу с вами уже не смотрят, они понимают, что они уже выше не поднимаются. И то есть, выходя на игру с трейдером, им терять-то ничего было. Они получали удовольствие от футбола, и никакой задней мысли не было за что-то еще переживать. Вышли, отыграли. Я так понимаю, ребят нацелены на хубах. Ну, ребят, да, у ребят задача выступить хорошо в Лиге Москвы. Что они демонстрируют. Да, абсолютно верно. Ну, давай будем ждать второго раунда противостояния. Даем мы в эфир интервью Андрея Кименко. Говорим еще раз огромное спасибо. И ребятам желаем удачи в следующем подветном встрече на Востоке. И, конечно же, верим и ждем камбэк. Андрей, обидное поражение, крупное. Скажите, пожалуйста, свой комментарий об игре. Ну, обидно, да, согласен. Не поиграть счет, не забили свои моменты, и потом побежали вперед отыгрываться, когда уже стали проигрывать. Ну, и в итоге не доработали, получили. Обидное поражение. Расскажи, пожалуйста, насколько был оптимальный состав сегодня на игру? Проценту 80, наверное, оптимальный был состав. Паша Арутюняна не было, нападающего нашего суперзабивного. А так, в принципе, по-моему, все были. Как думаешь, получится во второй встрече отыграться? Будем стараться, но будет сложно. Приложим максимум усилий. Спасибо, желаю вам удачи, и давайте проходить. Спасибо большое. Говорите о Кубке Москвы. Обнинский Атлант играл в команды старт-групп. Южная команда. Хотелось бы услышать вам видео. Ну, несмотря на то, что поражение, да, 2-4 с разницей у два мяча, Атлант не забил два пенальти при 2-1, насколько я помню, и при 2-2. То есть, в принципе, все было в их руках. Первый тайм закончили ребят 2-0. Но, опять же, в репортаже я упомянул, последние три минуты первого тайма, то есть Атлант забил оба мяча, Атлант забил на контратаках. Начнем с этого. То есть, сначала забил, по-моему, Кулешов, нападающий, а потом Ярослав Мамочкин забил. Перекинув вратаря, там не разберись, какая была у барона Старкгрупп. Старкгрупп практически весь матч контролировал мяч у себя, то есть не давая особо владеть Атланту. Мы с тобой знаем прекрасно Атланту во второй лиге, где они играют. Ситуация противоположная. Это Атлант там диктует всем свои условия. Здесь же они столкнулись с тем, к чему оказались по-своему не готовы. И я обратил внимание в конце первого тайма, последние три минуты, последние три минуты Старкгрупп настолько сильно и мощно атаковал. Попали в перекладину, попали в штангу. Были и эти моменты. Я говорил и сказал о том, что надо сейчас в перерыве что-то поменять. Иначе, если будет так продолжаться, все может печально закончиться. Меня, судя по всему, не услышали. Сами, может быть, не обратили внимания. На двенадцатой секунде второго тайма Старкгрупп забивает гол. 2-1. Меча, как я уже сказал, у Атланта не было. Были какие-то попытки, как у трейдеров, вот эти вертикальные дальние забросы на нападающего. Все-таки Кулешов габаритный парень. Он и порешал исход в предыдущем раунде, насколько помним, когда Атлант 6-2 разгромил дома своего соперника. Ну и вот. А Старкгрупп наседал, наседал. То есть, пенальти при 2-1 не забил Атлант. Потом Старкгрупп забивает второй мяч. Очередное пенальти. Был назначен ворота Старкгрупп. Обе пенальти там, как бы, без вопросов. В принципе. Первый пенальти не забил Белов. Вратарь отбил. Второй пенальти уже пошел бить Мамочкин, сам капитан команды. Вратарь просто в тигрином прыжке отбивает. И этот, наверное, эмоциональный фон у одних он подсел, а у других, наоборот, воодушевил. Ну, в принципе, вот и итог 4-2. Последний четвертый мяч Старкгрупп уже забивал. Там они втроем против одного защитника оказались. Я думаю, что Атлант чуть-чуть подзавелся. Знаешь, не помнил. Не то, что не помнил, а хотел здесь и сейчас. Не помнил он стратегии двухраундового противостояния. С шашками на голову. Да, 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 конечно же. Ну, команда, знаешь, что меня обнадеживает вообще во всем? То, что вот по этому Кубку Москвы, я наблюдал матчи Атланта, там и другие лиги показывали наизные игры. Вот я смотрел полностью матчи, анализировал. И Атлант умеет хорошо подстраиваться под соперника. Он всегда второй матч в Кубке Москвы проводит сильнее, чем первый. Где бы он ни был, на выезде, дома, всегда второй матч. Но обычно всегда было, что второй матч был он все-таки домашний. Домашняя арена и все, что с этим связано. Но все равно команда проводила второй матч сильнее. Мы верим в это и сейчас мы дадим, после того, как мы закончим обсуждать эту игру, нашему коллеге Перес Аташе футбольного клуба Атланта Обнинска. И он также скажет о том, что в принципе два мяча отыграть реально, если он сделал ссылку на то, что первый быстрый гол удастся забить и построить игру. Я думаю, ребята разберут этот матч, там все хорошо у них с этим. И проведут сильнее встречу. Все мы знаем о том, что Южная Лига транслирует там сейчас вообще сумасшедшее количество матчей, все игры. И я почти на 99% уверен, что эта игра тоже будет в прямом эфире. Мы, конечно же, там в нашем телеграм-канале, на нашем сайте, может быть, дадим ссылку, чтобы поддержали мы Хлопинский Атлант. Ты вот вообще веришь в проход? Я честно верю, верю в проход Атланта. Почему это? Я тебе честно скажу, я и в проход трейдера там оставляю, там пусть и 5-7%, но я их оставляю. Это все-таки футбол, произойти может все что угодно. Поэтому, несмотря на такой, скажем честно, неудачный выкенд для наших команд, представляющих нашу Югу, Западную Лигу, Юрокубку, ничего еще не потеряно. Знаешь, пока ответный матч не начался, мы знаем, что начинается он все равно со счетом 0-0. И просто надо выйти, и Атланту, понятно, надо уметь держать два мяча, ну а трейдеру надо выйти просто с чистого листа, спокойненько сыграть. И почему бы нет? Мало ли что. Да, плюс я напомню о том, что, может быть, кто-то не знает, что не считается в УФЛ, мячи на выезде не считаются. И можно там, грубо говоря, 3-1 выиграть, и два мяча будет достаточно для того, чтобы обидать два мяча, будет достаточно для того, чтобы послематчевые пенальти, или там, хотя, учитывая, как мы били пенальти, лучше за пенальти на пенальти не доходить. Давай, передаем слово нашему коллеге, пресса Таши Атланта Умницкий. На этом с играми на Малую Москву заканчиваем до следующей передачи. Дмитрий, здравствуйте. Обидное поражение. Что можете сказать об игре? Здравствуйте. Ну, что касаемо нас, не хватило немножко просто организации. В плане, в центре немножко неправильно расстались. Ребята, соперники были, ну, так сказать, организованы, да, и видно, что команда играющая. Я думаю, что именно из-за этого, в принципе, они нас и переиграли. Ну и, конечно, ребята расстроились, я думаю, из-за того, что два пенальти не забили. Это тоже повлияло на настрой команды. Скажите, пожалуйста, был ли сегодня оптимальный состав? На 95, наверное, процентов, да. Скажите, чего вы ожидаете от двух именно встреч, и какие у вас, как вы думаете, шансы на выход? Шансы есть всегда, нужно бороться до конца. Я думаю, что если забьем в начале матча... Обсудили мы Еврокубки, теперь переходим к нашим внутренним делам. Уже на подъезде у нас к нашей студии Игорь Кабаков, нападающий профутбол. Он пока его нет. Предлагаю обсудить золотую группу второго дивизиона. Новый для нас формат в этом сезоне, регламент. Многим было непонятно, как он играет. Сейчас вроде более-менее все разобрались, все все понимают. Давайте сразу же перейдем к турнирной таблице. Золотой группы. Видим мы, что лидирует НТРОС после 19 матчей 54 очка. Инчемпо после 19 матчей 50 очков. Профутбол 18 матчей 46 баллов. Байкал 18 матчей 39 баллов. Обнинский Атлант после 19 матчей 38 очков. Вихрь Саус-Вест, который сейчас находится в стадии перестановления. Не очень вовремя, мне кажется, затеялось все это в команде Антона Степанова Де Солзе. Так вот, вихрь Саус-Вест. На данный момент у них в активе 38 очков после 19 игр. Это на данный момент зона прямого выхода в первой дивизион. И дальше команда, которая борется за зону плей-офф. Это Уралан 19.33, Новомосква 19.31, Олимп Росвоен ипотека, новичок. Команда, пришедшая к нам в западной лиге, сыграли не только несколько туров. Вот после того, как сезон возобновился после пандемии. И очки-то в основном, которые набраны этой командой, это очки команды Росвоен ипотека Де. Как бы Олимпе мы сейчас конкретно говорить ничего не можем. Заряд Де идет на 10 месте с 29 очками. И также на зону, ну, заряд у нас никакой плей-офф, конечно, уже не претендует. И, мне кажется, БСК и КС еще теоретически, ну, может быть, классика, могут залезть в зону плей-офф. Там уже Хамовники 0.9, 22 очка очень далеко, учитывая количество туров, которые осталось. Мне кажется, что вот круг такой. Антон, как вообще думаешь? Вот тенденция, знаешь, у нас раньше там во втором дивизионе и очень много, в основном, на вершине были команды дублей и так далее. Сейчас мы видим, что самый сильнейший дубль, это, не знаю, это 10 место. Тенденция какая-то есть? Ну, я думаю, тенденции нет. Это вот формат, новый формат помогает командам, немножко поувереннее себя чувствую по сравнению с дублями. Уже сопротивление идет совершенно, но масштабы все-таки равные команды выступают, что в золотой группе, что в серебряной, которую мы далее будем обсуждать. Думаю, это только красит наш чемпионат, на самом деле только красит. Ну и плюс ко всему замечательно то, что появляются у нас все-таки новые команды, заходят к нам уже по ходу, несмотря ни на что. И это тоже может сыграть очень интересную штуку на финише. Прямо сейчас, потому что, допустим, Олимп пока мало очков набирает, да, ты уже об этом сказал. И это же прекрасно, когда команды, идущие на 11-12 месте, то есть в середине таблицы, могут рассчитывать на повышение в классе. Это интересный формат. Вообще, насчет новых команд, смотри, Интерос в прошлом году у нас не играл. Команда пришла новая, Винчемп у нас в топ-году не играл. Профутбол в том состоянии, в котором он сейчас, в том году у нас участие не принимал. Да, была команда Профутбол, но там играли совершенно другие люди, которые сейчас играют за Профутбол Д. Дальше, Рофф Байкал, команда начала свои выступления с прошлого чемпионата. Они пока привыкали, там было много всяких интересных вещей с ними связанных, как они адаптировались к Либийской футбольной лиге. Но ребята адаптировались, ребята молодцы. Омнинский Атлант, команда по существу новая. В прошлом году она зашла, можно сказать, полтора сезона назад. Сразу же из третьего дивизиона выходит во второй. Сейчас реальный претендент на первую дивизион. Вихрь Саус-Вест, команда относительно новая. Слияние, и помнишь, у нас Антон сидел здесь в студии и рассказывал о том, что это слияние двух команд. Таких команд, которые давно играли. Но вот буквально это тоже первый сезон, полноценный продукт этого слияния. И сразу команды идут в лидерах. У Оланда, это исторически уже команда. И как бы не всегда говорят, что во втором дивизионе делать ей нечего. Но Москва, да, команда вылетела из первой лиги. О ней мы чуть-чуть тоже поговорим. Борется за выход в первый дивизион обратно. И тоже команда очень достойная. Олимпрос, военно-потека пока что просто говорить нечем. А дальше уже БСК, команда тоже, которая покинула первый дивизион. КС, команда относительно недавно играющая на Юго-Западе. Примерно 4-5 сезон, до этого на Западе ребята играли. Тоже играют довольно хорошо. То есть я к чему говорю? О том, что повышается уровень в целом второго дивизиона. Появляются новые команды, старые какие-то команды. Приходит, происходит объединение и общий уровень дивизиона реально становится высоким. Высоким, о чем и говорят о успехе Атланта на Москву. Команда не является лидером дивизиона, но при этом показывает очень достойные результаты в Еврокубках. Это лишний раз подтверждает твои слова. Давай мы пройдемся по результатам тура. Начнем мы с матча Атлант-Вихрь Саус-Вест. 4-1. Обнинский Атлант как раз готовился к Еврокубковой своей ге. Для Вихри это была одна из важнейших матчей. Вихри необходимо побеждать, чтобы вообще набирать очки, чтобы влезть в эту заветную шестерку, не доводить дело до плей-оффа. То, что в плей-офф, все мы знаем, непредсказуемость большая. Счет 4-1. В итоге Атлант побеждает. И не было Антона Степанова де Солза на тренерском мостике. А это сильнейший мотиватор. Один из сильнейших мотиваторов нашей лиги вообще. Не только второго дивизиона. И знаем мы, как Антон готовится к играм, как он разбирает соперника. Есть наигранные какие-то комбинации. Но мне кажется, тренера не было и получилось то, что получилось. И ребята не выдержали, психанули, удаление за неспортивные дела были. Ну тут, зная что-то еще, надо обратить внимание на то, что у Вихри довольно-таки затяжная уже серия идет таких неудачных игр. Которые то, что вожака стаи, так сказать, не было на тренерском мостике. Тяжело рассчитывается с одной из сильнейших команд дивизиона на какой-то положительный результат. Даже если можно как-то параллель провести с профессиональным футболом, мы прекрасно знаем. Даже топовые команды оказываются психологической явно, из которой очень тяжело выбираться. И когда, ну это как пример, знаешь, с Барселоны, когда Тита Виланова, помнишь, болел, они там тоже неудачную концовку исполнили из-за этого. Хотя бились они уже за тренера, а не за себя. То же самое и здесь. Может, ребятам надо было за тренера сыграть, как-то завести. Потому что человек реально переживает, человек живет коллективом. И то, что такие вещи произошли в этой игре, про которую ты сказал, ну, я думаю, немножко не в то русло они пошли. Но знаем то, что в основном вихрь совосвязан с довольно-таки относительно молодой коллективом. Молодая эмоциональная команда. Молодая эмоциональная команда, да. И вот это немножко им сейчас мешает, хотя им надо подсобраться. Не знаю, мы с разрешением Антона Степанова до Солзы можем новости вам дать такие инсайды. Фарид Багиров уже сейчас покидает вихрь Саус-Вест и переходит в Заряд. Не знаю, правильное ли это, не нам судить. Но, мне кажется, Заряд уже никакой турнирной мотивации, кроме Кубка и ЗАО, не имеет в этом сезоне. То, что Фарид будет 100% игроком основного состава Заряда в этом сезоне, я очень сильно сомневаюсь именно в этом сезоне. Потому что новая команда, да, они все вместе общаются. Но, мне кажется, было бы проще доиграть этот сезон, помочь команде и красиво уйти. Как, например, Механ Теревердиев сделает, он тоже, скорее всего, сменит клубную прописку, он уже в конце сезона. Ну, ты знаешь, Фарид Багиров уже не первый раз покидает на такой, на финишный прямой свой коллектив. Напомню, что и вихрь он перешел из профы 20 тоже. Потому что там ребят тяжело было с набором на игру, там постоянно ищи. Это в начале этого сезона. Ну, вот об этом и говорю. Но он уже в том сезоне это планировал сделать. То есть, понимаешь, человек хочет расти, я так понимаю, перебирается в коллективы, которые по уровню выше. Ну, не нам это обсуждать. Пожелать удачи только. Вихрию удачи. Мы с большим уважением, симпатией относимся к этой команде, как, впрочем, к любой другой в втором дивизионе, выше в первом в любом дивизионе, к любой юго-западной команды. Решить эту проблему, очередные тренерские вопросы перед Антоном, я думаю, решит. Да, конечно, решит. По Атланту, ну, что сказать, мне кажется, команда достойна играть в следующем году в первом дивизионе. Мы чуть раньше подробно поговорили о том, как они играли на Москву. Знаешь, вот, кстати, когда обсуждали мы трейдер, то, что, ну, морально чуть-чуть команда была подуставшая, выплеск, такой же, возможно, выплеск и в Атланты произошел. Матч с Вихрем, против Вихрем не бывает спокойных матчей, всегда бывает тоже какой-то выплеск, потому что они не дают тебе расслабиться. И, возможно, кстати, тоже вот это вот сыграло отрицательную вещь. Понимаешь, тут как бы и Вихрь бежит, да, как бы проблематично, физическая нагрузка неплохая идет, и Старгруп бежала. Ну, вот, субботу выдержали, воскресенье не выдержали. Давай, мы сейчас дадим слово еще одному представителю Атланта Орминска, Артур Николаеву, полузащитнику этого клуба после матча с Вихрем. Артур, доброе утро, поздравляю вас с уверенной победой. Дай, пожалуйста, свой комментарий по матчу. Играли с соперником, с которым мы боремся за выход. Хорошая команда, есть техничные ребята. Но мы победили сегодня за счет более сплоченных действий, выполнили установку на игру. Ну, и, в принципе, счет абсолютно по игре, без каких-либо, наверное, трудностей пошла игра. Фенальти, правда, своеобразный, немножко накалил обстановку в втором тайме, но, в принципе, спокойно. Завтра у вас ожидается Еврокубковая игра. Скажите, как вы к ней готовитесь и чего ожидаете? Конечно, готовимся. У нас каждую пятницу, субботу тренировки, когда нет игр, когда есть игры. И, конечно, хотим пройти как можно дальше, потому что это цель, это все-таки кубок, это не просто какой-то выход куда-то, это кубок, хотим выиграть. Поэтому, надеюсь, все будет завтра хорошо. Завтра у вас прямая трансляция, собираете состав на игру? Да, состав должен быть, все лидеры должны быть, если не случится никаких форс-мажорных обстоятельств, поэтому, надеюсь, выйдем дальше, выиграем. Мы тоже вас верим, удачи завтра. Спасибо. Сказать, я знаю, как собирались хамовники на эту встречу, я разговаривал с Алексеем Макаренко, буквально, когда верстался еще только календарь, и трос на правах хозяина поля и на правах регламента, хотел принципиально поставить эту игру на субботу, на день. Хамовники хотели сыграть в воскресенье, потому что я их не собирал в состав, и мне Леша в сердцах говорил, нам придется дублем с лидером играть, что в итоге получится. Но будет лучше, чтобы сыграли с Брауссом в кубке, потому что человек в субботу адекватно отдает себе отчет, что в кубке далеко не пройдет. И это очень хорошо, что люди это понимают, то сейчас задача поважнее становления новой команды, там хамовники в поиске идут. Он говорит, ну, трос не пошел на это, хамовники приехали, как Леша говорил, там будет полудубль. В итоге, видимо, ребята подсобрались, кто-то там может поменялся, кто-то там в семьях своих решил вопрос. Приехали и повели 2-0. Но потом произошел перелом в игре, все-таки трос за счет опыта, за счет скамеек. Знаем мы, что трос великолепно приезжает на матч, и всегда есть два состава. Блестящего нашего секретаря Юрия Рженкова можете наблюдать в этих играх. Это говорит о том, что в составе интерос, о том, что, ну, в принципе, все, кто имеет какое-то отношение к западному футболу, все мы помним, что все мы где-то играем, то есть все футбольные люди абсолютно. То есть и там Андрей Буров у нас, все, я помню, как играл, Владимир Егоров, Юрий Рженков, все на поле. Нас тоже, я думаю, еще не забыли, надеюсь. Поэтому все люди футбольные, а возвращаясь к Антеросу, да, маленькое лирическое отступление было, возвращаясь к Антеросу, ну, давили они в итоге хамовники, победили 3-2. Ну, игра была хорошая, достойная, хамовники молодцы, желаем им найти свою игру, стабилизировать составом и даем уже традиционное слово Николаю Дмитриеву, он, по-моему, все интервью в Антеросе дает нам в этом сезоне. Звали мы, кстати, в студию и помимо турфутбола мы хотели позвать и Антерос, послушать, что будет, как вообще в команде, какие мысли. Но не смог Сергей Шумаков приехать, к сожалению, но трибуна открыта, ждем. А сейчас Николай Дмитриев, слово. Николай Дмитриев, представитель команды Интерос. Николай, поздравляю вас с тяжелейшей волевой победой. Собственно, прокомментируйте сегодняшнюю игру, что у вас получалось, что не получалось. Что-то сначала не пошло, где-то очень расслабленные вышли все. Непонятно, что из-за чего, как это произошло, но все-таки команда собралась, проявила дух и все-таки выиграли. После сегодняшней игры вы уже номинально вышли в первый дивизион. И хочу задать такой вопрос. Пока не планировали усиление на будущий сезон? Давайте. Или планируете играть теми игроками, которые завоевали путевку? Ну, в первый дивизион мы еще хотим во втором дивизионе занять первое место все-таки, потому что не зря бились. Команда у нас дружная. И в основном здесь играют, так сказать, друзья, которые с самого детства или кто к ним примыкает в процессе жизни. И поэтому, ну, скорее всего, нет. Но если будут нормальные игроки попадаться, то ветераны, конечно, всегда уступят место. Дальше у нас играли Виллы и Меркурий Дубль. Эта игра записывалась в ЛФЛ-ТВ нашем. Интересная игра. Меркурий Дубль мы всегда отмечали. Виллы как... Ну, Меркурий Дубль мы знаем, да. Старый добрый Меркурий, там, 10-летней давности. Приезжай, смотри. Ну, уже революбили. Ностальвиры, да. Виллы, команда настроения. Команда зависит очень много от сбора. Ну, в целом, понятно, во что играют ребята. И в целом, конечно же, победили Виллы. Виллы молодцы. Какая-то у них была такая серия неудачная. Ну, по волнам идет команда. Но идет работа. Видим мы, что появляются новые игроки. Появляются и на тренерском мостике новые люди. И мне очень нравится, как поставлено дело в Виллах. То есть, видно, что Антон Шаповалов проводит работу. Его, кстати, самого не было на этой встрече. Может быть, оно и... Ну, встреча и так получилась довольно эмоциональной. Меркурий вел. Дальше была красная карточка у Вилл. Там все увидите на ваших экранах. Можете там оценить и расценить. Не будем мы все эти дела сейчас комментировать, разбирать. Так или иначе, Вилл, несмотря на то, что играли в меньшинстве, побеждают со счетом 3-2. Продолжают искать свою игру. Меркурий, в принципе, не знаешь, как... Ну, не нравится вообще. Приехали, они поиграли в футбол. В удовольствие приезжают вспомнить просто молодость, если можно так сказать. А по поводу Вилл, если уж... Тут, видишь, Вилл и Меркурий, Интерос, Хамовники. Хамовники с Виллами очень похожи. Вот тоже такая команда. Грызутся, понимаешь, они не отдают просто так. Другое дело, то, что иногда бывает, они заваливаются и уже там до конца пропускают там определенное количество мячей. Но то, что они выходят на игру с любым соперником, грызться никому, с такими командами легко не будет. Даже исходя из результатов. Тут просто Меркурий, понимаешь, который задачи не ставит. Меркурий обыграли с таким подходом. Ну, с Интеросом, конечно, потяжелее, наверное, будет это все дело сделать. Но хороший матч получился эмоциональный. Одни получили удовольствие, другие получили победу. Ну, да, Виллу 15 баллов набирают в золотой группе. Там, да, находятся они где-то внизу. Но, знаешь, все равно, я считаю, что потому что где-то перестройка. Само все пытание золотой группы в этом сезоне – это успех. Надо его закрепить, подготовиться к следующему сезону и снова в бой. Потому что я думаю, что такой амбицированный человек, как Антон Шаповалов, конечно же, хочет только блага для своей команды и надеется, думает о первом дивизионе. Думает все-таки. Ну, где-то, да, в у меня души думает об этом. Дальше у нас матч Рофф-Байкал про футбол 6-0. Про футбол без вопросов обыграл. Для нас это была вообще центральная встреча в золотой группе. Ее мы попозже с Игорем Кабаковым обсудим. Вообще обсудим, что с про футболом, как там все дела происходят. Байкал, скажу, по этой игре не унывать. Вообще, Антон, ты, я думаю, нам поподробнее скажешь именно про Байкал. Я про Байкал, да, хотелось бы, ну, сразу коснемся с того, что, во-первых, соседи по турниру таблицы играли. Во-вторых, еще перед игрой мне стало известно то, что у Рофф-Байкал будет играть с переломом ребра. Так что в некоторых мячах даже на картинке видно, что в некоторых мячах он даже не пытался спасать свою команду. Так что, ну, видать, через бой это было очень проблематично сделать. Я тебе скажу больше. Даже был, по-моему, эпизод в игре, когда мне пришлось остановить матч, потому что, ну, плохо себя почувствовал. Ну, ты знаешь, там вообще сейчас какая-то в Байкале вратарская проблема. Я видел какую-то группу, на кубок она была, и в воротах, знаешь, кто у Байкала был? Александр Фролов. Хорошая решила. Выбор отличный. Ну, а ты заметь, у нас почему-то нападающие исполняют вратарей. Вот любят у нас нападающие и позабивать, и поотбивать, получается. Поэтому, ну, судя по всему, значит, травма у вратаряров в Байкале была гораздо раньше. Гораздо раньше, да. То, что пару недель назад где-то Фролову я видел в игре. Там, помню, вратарь, может, опаздывал, может, он подъехал потом. Но я очень удивился, увидев его в воротах. Ну, Байкал, мне кажется, главное сейчас доиграть спокойный чемпионат. Команда на четвертом месте. Игра есть. Собирать свои очки и выходить. Да, да. Собирать очки и выходить. Не реагировать там. Проиграть можно и 0-6. Значит, лучше проиграть один раз 6-0, чем 6 раз по 0-1. Ну, согласен. Согласен. Давай к следующему матчу. Антиспорт ММФ 0-5. Команды внизу. ММФ 0-5 ничего не стал менять после того, как вылетел из первой дивизиона. Остался тренер Алексей Хадыкин. Ставит он игру. Ну, мы всегда говорим, а тоже, конечно, Алексею тяжело. Алексей, как великолепный футболист, великолепный педагог, пытается свои принципы игровые поставить команде, поставить игру. Но когда для идей нет нужных исполнителей, конечно, тяжело. Ну, Алексей старается, Алексей работает и можем только думать о том, что было бы, если там ММФ 0-5, было бы какое-то усиление. Согласен. Ну, Миш, ну, если вот вкратце об этой игре говорить, ну, хорошая зрелищная игра получилась. 7-4. Открытые игра, что один коллектив ставит игру, другой не изменяет своим традициям. Антиспорт не изменяет. Я помню еще, когда в теплом стане еще играл антиспорт, там даже те же лица некоторые играли. И как-то вот, ну, весело. А, у них всегда весело, и до игры весело, и во время, и после еще могут подтрунивать над всеми, кто на стадионе находится. Такой коллектив, такой, знаешь, такой нормальный, районный, ну, такой, если можно так выразиться, пацанский такой коллектив. Ну, наверное, как-то так. Ну, и приятно, что они играют. Конечно. Давай, после матча слово победителя Федор Шугарев дает нам интервью. Здравствуйте, Федор, дайте, пожалуйста, экспресс-комментарии по прошедшей игре. Мы сыграли неплохо, есть некоторые проблемы в обороне, вот, будем решать. Вот, у нас не всегда стабильный состав на игру, вот, но выиграли, и хорошо, стараемся убеждать дальше. Ага, и какие у вас задачи по текущему сезону? Ну, задачи, мы находимся в конце турнирной таблицы, я думаю, надо закрепиться в этом дивизионе, и уже на следующий сезон как-то стараться улучшать свою игру. Все, спасибо вам, в дальнейшем удачи вам. Далее у нас должен был состояться матч Уралан-Метрологик 2. Игра не состоялась, игра, кстати, планировалась трансляция этой встречи, не состоялась она по, к счастью, радостной причине. Поздравляем Геннадия Баженова с бракосочетанием. Игра должна была состояться в субботу. В субботу было бракосочетание, и, конечно, никто на игру не поехал. Удивительно. Поэтому команда проигрывает, но Метрологик 2 уже без каких-то задач в золотой группе. А Геннадия поздравляем, желаем семейного долголетия и счастливой жизни. Про Уралан давай пару слов скажем. Команда, ну, в принципе, всегда говорим про Уралан одно и то же. Вот сейчас начинается решающая стадия чемпионата. Была пробуксовка у Уралана, там, игра с Внуковой, я помню, когда они здорово начали, и в итоге там крупно проиграли. Еще несколько таких игр было. Ну, мы с тобой говорили о том, что Уралан такая команда, которая все равно там 3-0 они ведут, 3-0 они проигрывают. Они будут играть до конца. Мне кажется, вот эта вот бескомпромиссность их, она и должна помочь команде подпись за выход в 1-й дивизион. Я думаю, они выберутся в 1-й дивизион, выйдут. Через ситы плей-офф или думаешь напрямую? Да, в любом случае они, это один из главных претендентов на выход. Ну, помимо тех, кто уже себя обеспечил участие в 1-й дивизион на следующий год. У Уралана для меня в том году мне довелось с ними играть, несмотря на то, что произошла перестройка. Там ряд игроков в Меркурии ушли, да, там лидер атак Максим Петкиев. Но традиции те же, традиции те же, выходить, биться, доказывать. Нет, там большая вообще группа футболистов Уралана перешла, и ты помнишь, и центральный защитник, по-моему, перешел. Я говорю, там вратарь, 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 да, группа футболистов покинул. Помнишь даже, что и мне из Меркурии там Алексей Сухов до сих пор вспоминают, это когда был сам первый тур в вышке, Меркурий играл с Ника ВРК, и вышло очень много бывших футболистов. Там Сангаджи, кстати, Джорджи вышел тогда за Меркурий. Очень много вышло бывших футболистов Уралана, еще вышли они в форме Уралана. Я называл Меркурий, я комментировал, я Меркурий несколько раз в репортераже назвал Уралан. Меркурий это вспоминает до сих пор, что это, ну, как бы, это команда побратимая, это всегда так было, там, помним, там, что и Кирилл Лапидус там и там играл, поэтому, ну, много очень футболистов играл, и Алексей Натыров, там, ну, можно перечислять. Поэтому я тебе и говорю, Уралан, ну, в любом случае, один из претендентов на повышение в классе, тут вопросов нет. Конечно. Давай дальше, Айратэ и Росма, 6-1, вообще Айратэ для меня команда, которая находится низко для себя. Да. Команда с огромным потенциалом, ну, вот, знаешь, вот мы перечисляли, когда сидели лидеров таблицы, и все мы говорили, команда новая, команда, там, первый сезон проводит, вот, по-хорошему, Айратэ тоже проводит первый сезон. Помним, мы в прошлом сезоне, они зашли, там, вместо КамАЗа-2, под названием катание, вот. Но они тогда уже сразу бросили глаза. Сразу бросились глаза, там, да, был, там, другой состав. Сейчас прошла стабилизация, у команды есть игра, у команды видна четкая тренерская рука, есть дисциплины, ну, там, может быть, у кого-то, бывает, там, какая-то национальность на поле излишняя, но это футбольная национальность, она, да, 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 она нормальная, и команда есть игра, и очень для меня она низко находится в тренерной таблице. Я думаю, что поработают над этим ребята из команды в межсезонье. Может быть, знаешь, там, знаем мы, что с Байкалом у них хорошее отношение, с тем же Ураланом. Может быть, там, если Байкал решит задачу выхода, кто-то, кто в Байкале, там, не будет помогать им в первом дивизионе, но помогал к выходу, там, со второго, поможет уже Айраты. Мне кажется, ну, в общем, в следующем сезоне эта команда точно уверена на сто процентов выступит сильнее, чем в этом. Ну, знаешь, вот если вот, как вот, про человека можно сказать, оброс мясом или не оброс мясом, да, юноша, вот тоже самая молодая команда обрастает мясом, соответственно, выстраивается сейчас и политика некая, и стратегия, поэтому это перспектив, в перспективе сильный коллектив, и дай бог у них все сложится, и в следующем году будем наблюдать уже другие Айраты, которые будут находиться, ну, там, позиции, на которой находятся сейчас. Ну, а Росма, знаешь, пропала куда-то, вот, кусачисть. Раньше, как бы, за Росму можно было сказать, что будет какой-то кусачий матч. Может быть, все-таки ребятам тяжело. Вот, когда вот было вот две группы во второй лиге, да, там, 2А, 2Б, или вот как вот начинали этот сезон, да, они брали свои очки стандартно, за счет этого они оказались в золотой группе в итоге, и кусались лидерами. Сейчас, понимаешь, происходит так, что почти все матчи с командами, которые, ну, по подбору игроков, общему подбору игроков, я не говорю о том, что все футболисты там сильнее, чем в Росме, нет, конечно, в Росме. Тоже есть замечательные футболисты, которые могут играть уровнем выше, чем второй дивизион. Конечно же, это есть. Но вот именно пропала вот эта кусачь, потому что общий уровень футболистов повыше. Не намного, но повыше. И тяжело приспосабливаться, но я думаю, приспособиться. И вообще вот это вот участие в золотой группе для команд, которые даже не выйдут, это большой задел фундамент на будущее. Ты уже можешь играть с командами, которые там играли в серебряной группе и так далее, в следующем зоне с позицией силы. Конечно, конечно. А сейчас просто обкатка, и набираются опыта, что все нормально. Все нормально. У нас не один коллектив. У нас каждый год появляется коллектив, который кусается, 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 а потом он не выдерживает на финише вот эту вот погоню, понимаешь? Тут же надо стабильно показывать результат. Когда у тебя, ну скажем так, нет такого запаса прочности, как в Интеросе, условно говоря, тяжело рассчитывать на такой дистанции. А здесь, когда надо, знаешь, тут как на марафоне в конце надо набирать еще, а у тебя уж сил не осталось уже, все, как бы ты уже встал. Ну, ничего. Все приходит с опытом, и ничего страшного. Ну, рост опыт на команду. С опытом именно вот такой дистанции все-таки, да, все-таки такой формат впервые. И многие даже до сих пор, например, Мишель, руководитель Росмо, он, даже когда уже играл в золотую группу, он до конца с регламентом не разобрался. Он меня спрашивал, ему объяснял, и, ну, в общем. Ну, понятно. Ну, зато теперь все будет значительно. Да, да, теперь бы нам понять, как в следующем сезоне будем играть. И вообще хорошо было бы. КС Внуково, зрелищный матч. Ставили мы этот матч на запись. Я вообще-то был уверен, что этот матч будет классным. Мне очень нравится Внуково, и очень хорошо я общаюсь с Павлом Митрофановым. И делает он эту команду, откроя маленькую тайну, Павел на меня не обидится. Насчет амбиций. Сейчас он нам после матча, кстати, в интервью об этом скажет. То, что мы вообще на первую дивизион рассчитываем. Когда корреспонденты наши задавали вопрос о том, что в следующем сезоне команда, когда ты должен выйти в первую лигу, должна в следующем сезоне быть в лидерах второго. Вот. Они, когда вот это произошло, деление на золотую и серебряную группу, и там не было еще понятно, не было известно, что кто-то там из серебряной группы может попасть в плей-офф, в борьбу за первую лигу и так далее. Он звонил и реально говорил, что можно ли поменяться с кем-то. Золотой на серебряную. Потому что, он говорит, ну, золотой нам ловить нечего. Что, говорит, у нас сейчас была мотивация, там, мы смотрели на каких-то лидеров, а здесь нам будет играть не с кем, у нас отрыв там большой. И, ну, и что нам делать? Мы тогда, говорит, может снимемся и в следующем сезоне зайдем там заново. То есть, если никто не хочет с нами меняться. Но в итоге там и Андрей Буров разъяснительную работу провел, и мы пообщались. И как-то, Павел, видишь, начали результаты. Там победа Дуралану классная, там, да, с Андросовым игра у них там откровенно не получилась. Вот, СНТКС победа. И вот этот сплав опыта и молодости дает результат. Есть футболисты, которые там известны довольно, там, и в западной лиге, там, на виду были там 8-10 лет назад, играют сейчас они за Внукова. И вот эти там молодые, там, Витвицки. Мне кажется, ну, мы кажем, первое, что это Витвицки, Витвицки. Мне кажется, он уже... Выклылся. Скоро, да, 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 да. Но это реально хороший футболист. Это футболист, если в этом сезоне будут сборные, которые без сомнения будут играть за молодежную сборную. И боец. И там еще, помимо него, есть... Нет, у меня есть ряд молодых интересных. Они очень, ребят, и они, кстати, тяжело заходили в УФЛ. Все было не так, судьи плохие, поль плохой, мяч не такой круглый, как у них там в молодежном первенстве и так далее. Сейчас все хорошо, все замечательно, и Внукова радует своей игрой, как, собственно, многие команды. Ну, давай послушаем, что нам скажет сам Павел после этой встречи. Здравствуйте. С победой. Сложный матч у вас. И комментарии по матчу, пожалуйста. Добрый день. Большое спасибо. Матч хороший, очень нервный. Выигрывали поначалу, потом отпустили. Могли практически проиграть. Большое спасибо сопернику. Еще раз хочу просить прощения у соперника за свой длинный язык. Большое спасибо Лиге. Судья красавчик. Видно, новенький, но молодец. Справился. Тимур, молодец. Большое спасибо всей нашей команде. Сегодня бились. Были настоящей командой. Ребята, идем дальше. У команды отличный сплав опыта и молодости. Сможет ли команда, исходя из этого, в следующем сезоне сделать качественный прорыв в лидеры 2-го дивизиона? Мы, если честно, пытаемся идти в первый. Очень сложно получается. Но мы очень хотим. Опыт и молодость дают о себе знать. Спасибо. Ну, АКС, знаешь, для меня команда загадка. Вообще одна из самых больших загадок. 2-го дивизиона. Команда претендует на плей-офф. Но вот АКС, я не могу сказать, что это команда готова для 1-го дивизиона. Мне кажется, и задачи у них по выходу как таковой не стоит. Мне тоже кажется, ребята играют, ребята играют классно, ребята умеют играть в футбол. Мьются, эмоционально все, все как и должно быть любительской лиги, но я думаю, конкретно задач перед коллективом не стоит. Вот и все. Поэтому отсюда и результаты их шарахают, знаешь, как при ОРВИ. То высокая температура, то низкая, так и здесь. То показывает зрелищный футбол, то иногда смотришь на них такие счета, прям думаешь, чем занимаетесь. Ну знаешь, по аналогии с Росмеби я провел, только в принципе и может быть по подбору игроков даже похоже. Но как тут КС больше адаптировался к этой даже золотой группе и где-то там очечков поднабрало. Но так в принципе и по стилю игры, и по исполнительскому мастерству похоже на команду. Даже цвета похожи. Даже цвета, да. Давай перейдем дальше. Классика, союзный стандарт. 5-2 побеждает Классика. Союзный стандарт, новая для нас команда. Все мы полную прекрасную команду Нестандарт. Очень эмоциональный коллектив. Не смотрите сейчас на их место в тренерной таблице. Я думаю, в следующем году во второй лиге дадут они шорох они наведут. И просто приспосабливаются они пока. Классика. Для меня команда находится очень низко. Я честно говоря, когда игралось, еще было разделение во втором дивизионе на две подгруппы, как-то мне казалось, что Классика может даже на прямой выход попасть. Но знаешь, что подбило их? Недисциплинированность. Вот это вот привоз на матч с антиспортом господина Соловьева, по-моему, Олега, да. И команда выигрывает по игре и в итоге получает 0-5, получает денежный штраф, это минус 3 очка. И все такие дела. Мне кажется, после этого все беды начались. Зачем смысл привозить в это, ну, как дела давно минувшие дни, там не минувшие дни, а весеннее, когда весной немножко возобновилось, не знаю, может быть там руководство пошло на поводу у футболистов, типа давайте привезем. Футболисты выходят играть за шальные высшие лиги, и на следующий день он выходит в этой же лиге, на этом же поле, в матче второго дивизиона. Команда выигрывает 4-0, в итоге получает 0-5, и вот после этого все беды начались. Так они шли в лидирующей группе, и после этого, знаешь, как вот судьба, что ли, долг отдает, не набирает они мяч. Ну, пусть анализируют, пусть делают выводы и продолжают борьбу. А так классика очень симпатичная. Интересная команда, в принципе. Опытная, появились известные футболисты. Которые за флагманы нас играли, когда флагман играл и выходил в высшую лигу, и в сборную кандидатами были. С игрой, именно с комбинационной игрой, у них проблем нет. Может, там где-то в обороне, наверное, какие-то бывают огрехи, но, в принципе, хороший, крепкий коллектив, который должен оставить себя исключительно. Ну, надеемся, что выводы сделают. Да, встряхнет, может, больше их эта ситуация, нежели там угнетать начнет. Будем рассчитывать только на положительный момент. Заряд D, новая Москва, следующая игра. Давай, ну, о дубле мы как бы к заряду говорим. И подчеркивал Сергей Романов в разговоре со мной, что заряд – это единая команда. И не надо там дубль считать отдельно от основы. Никогда, да. И мы всегда это делали. У нас нет там отдельного первенства дублеров. Это полноценная команда. Это единая система заряда. Заряд, мы уже говорили о том, что хорошо играет. В этом чемпионате. И сейчас мы дадим интервью Василию Хреплиеву. После этой встречи он его Москва выиграла. И он говорит, ну, сложно играть против дублей. Потому что не знаешь, будет десант из основной команды. Не будет. Василий, в принципе, в интервью и расскажет, как игра происходила. Но я видел небольшой отрезок этой игры. Могу сказать, вот то, что по чем ты сказал. Не надо разделять дубль и основ. Вышли и Голланов, и Коварацхелия, и Сивакасланян. То есть, ну, как бы, потому что заряд основа как раз играла с следующей парой уже свой матч высшего дивизиона. И игроки, я так понимаю, вышли просто разогреться. И по большому счету молодая новая Москва столкнулась уже с командой, которая борется за тройку в высшем дивизионе. Это замечательная игра. Замечательное то, что они выиграли. Это и психологические моменты. Во-первых, опыт сыграть с такими людьми, которые уже на таком уровне играют. И показать такой результат, такую игру. Только аплодировать остается в Москве. Что будет с зарядом, мы прогнозы делать не будем. Как будет в следующем сезоне называться основная команда, мы не знаем. Ну, знаем, но не расскажем. А может быть, знаем, но догадываемся. Будет дубль, как он будет называться. Будет название зарядом или какие-то другие. Но в любом случае это уже когда... Да, да, да. Посмотрим, посмотрим. Поэтому о перспективах мы говорить пока не можем, так как сами точно ничего не знаем. Ну и последняя игра. Олимп просто военпотека и ничемп. Значит, мне очень понравилось. Ну, Олимп, мы говорили, это новая команда. Привыкать на к юго-западной лиге. Постараемся мы какие-то матчи записать. Там понятно, что, может быть, они привыкли к большему вниманию на Западе у себя. Потихонечку и на юго-западе, конечно же, мы команду обделять не будем. Просто пока новая команда, в принципе, находящаяся в зоне плей-офф, по спортивному или не по спортивному принципу рассуждать мы на эту тему не будем. Если они за эти туры, которые остались, за неплохо остаться, значит, они там достойны быть. Ну да. Я считаю так. Ну, а ничемп показал очень много. А ничемп, понимаешь, мы сейчас по интервью Аслана Ивазова, известного футболиста, и по выступлению высшей лиги, там, наступ наркотик он играл. Он, помним, из-за «Олимп» играл, его в «Ади». Ну, понятно, что вторая лига – это не его уровень. И он даже сейчас в интервью с нашим корреспондентом, с удивлением, узнает, о чем уже, оказывается, вышли в первую дивизиону. То есть там никто не смотрит на турнирную таблицу. Ну и помнишь, что Иван Волков у нас был, и он говорит о том, что, в принципе, я говорю, пришлось там, может быть, отказаться от некоторых футболистов, именно, которые могли бы играть за команду в рамках второго дивизиона, потому что, ну, у них это уровень и вольную дали. Я думаю, под первый дивизион там ничем. Ну, еще кого-то наберут. Ну, в принципе, я думаю, Иван на работу ведет. Знаем, наверное, его заряженность на результаты. И он говорил о том, что, как бы, мы понимаем, что надо расти по всем статьям. И поэтому, ну, и лишний раз в очередном туре они показали свой класс. То, что это немножко не их уже дивизион. Разгромили одного из представителей зоны плывов, как ты уже сказал. Да, и явно с медалями «Инчемп», с чем их и поздравляем. Посмотрим, какая будет на выходе финальная тройка, как она расположится между собой. «Инчемп», даем слово «Аслану» и ждем нашего гостя в студии. Во-первых, поздравляем вас с выходом в первый дивизион. Уже? Ну, да. Так, и какие будут комментарии по матчу? По матчу, ну, игра получилась такой вспомканной. Мы просто забили два мяча. Вот, это нам помогло чуть успокоиться. После того, как мы забили два, мы забили еще, насколько я помню, три. Вот, и как-то вот так спокойно матч вели до победы. Обычная рядовая игра. Как вам противник? Противник, ну, это не самый сильный соперник, с которым мы играли. Вот, но ребята, как бы, обученные, взрослые, видно, что они первый день играют. Вот. Ну, игра такая, как бы, она, я не могу сказать, что она была очень сложная, но не могу сказать, что была легкая. Такая обычная рядовая игра. Уфл, зарубы, скандалы, сорок. А будут ли какие-то усиления к первому дивизиону? Ну, знаете, я думаю, что, наверное, будут. Вот, потому что первый дивизион все-таки посерьезнее. Вот. Ну, и я надеюсь, что они будут. Вот. Но как пойдет, там, как тренер решит, как вообще тренер состав, но вот у нас решит, так и будет. Я надеюсь, что они будут. Спасибо. Друзья, продолжаем мы нашу программу, и у нас в студии появляется гость. Просим любить и жаловать нападающей команды про футбол Игорь Кабаков. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь, центральный матч второго дивизиона, который мы чуть-чуть раньше обсуждали, золотой группы между командой Мировой Байкал и про футбол. Вроде игра по вывеске должна была быть очень напряженной. Встречались третья и четвертая команда чемпионата. Но все получилось так, что легкая по счету победа со счетом 6-0. Как могли бы, как непосредственный участник событий, рассказать нам, как развивались события в этой игре. Но она больше по счету легкая показалась. Так-то сначала все получалось совсем непросто. Удалось забить, и потом пошло уже более-менее полегче. Единственное, что получилось, наверное, комбинировать лучше получалось. И быстрее выходить из обороны через паспорт. И еще, наверное, помогло то, что удалось накрыть, что они выбивали все. Не давали им разыграть, всех разбирали. И за счет этого удавалось перехватывать здесь, выходить и забить. Ну, так и вышло. В основном, да, благодаря этому. За счет быстрых атак, в принципе. Ну, да, за счет скорости встречи был бы решен. Они пытались выходить, но вот перехватывали, выходили. И быстро перехватывали, забивали. Получилось просто забить несколько. Да, Рафбайкал перед этим туром и пропустил меньше, чем вы. То есть, ну, и забили они, правда, в два раза меньше. Но по пропущенным мячам, ну, у них, насколько я помню, 39, что ли, было. А у вас 43 или 45 было пропущенных. А в итоге получилось так, как будто вы играли не с соседом по турниру на таблице, а с ултсайдером. Теперь зато у нас больше. У них забито теперь меньше, чем у нас. У них пропущено, да. Пропущено теперь у них больше, да, стало. Отквитались, скажем так. Ну, и оторвались, в принципе, от них. И в турнирной таблице, да и, в принципе, обезопасили себя уже от какой-то, да, вот, нервной концовки в чемпионате. Благодаря этой победе. Ну, нам сейчас вообще ничего нельзя терять. Ну, с нашими целями, планами терять вообще ничего нежелательного. И не должно нежелательно, нельзя вообще ничего терять, надо выигрывать. Чтобы... Ну, вообще, выиграть бы желательно, конечно, чемпионат. Но вот уже тяжело по очкам, но надо стараться. Да, по отрыву Интероса, по потерянным очкам 5. Сейчас баллов составляют, по набранным, соответственно, 8. Инчем поближе, всего в одном балле. Но и игр остается мало. А вот вообще, Игорь, общий уровень второго дивизиона, как вам кажется, вот, в целом? Ну, из этого выделяются, конечно, несколько команд, первых команд, 6, наверное, 7. А остальные, ну, прям, послабее сразу чувствуются. Хотя тоже, чтобы прям играть бы где-то на одной ноге и ничего не надо делать, такого тоже я не помню, чтобы мы там выходили и не играли толком. В целом, все стараются играть, как где-то больше получается, где-то меньше. Где-то видно больше футболистов со школы, а где-то поменьше. Но в целом, есть команды очень серьезные. И молодые. Молодых много еще, которые бегут с такой скоростью, что непонятно. Ну, в целом, довольно-таки, мне кажется, побед вполне себе. Не слабый чемпионат, чтобы был слабый. Мне кажется, имея в составе Павла Соловьева, Игоря Тилкова. Сергея. Сергея Тилкова, прошу прощения, Виталия Грабца. Да, да, да. Это очень известные в УФЛ люди, люди, игравшие на самом высоком уровне. Например, и Соловьев, и Тилков еще несколько лет назад играли за сборами Северо-Запада. Тилков, по-моему, против нашей сборной Юго-Западной играл еще в прошлом году в полуфинале серебряной группы за сборной Северо-Запада. Когда наша сборная на последних минутах могла отыграться, но в итоге проиграла. То есть, это мастеровитые футболисты. И когда пошла вот эта у профутбола трансферная кампания, мы говорили о том, что, ну, конечно же, эта команда уже сейчас даже по составу в первой лиге точно не затеряется. И чуть позже мы дадим небольшое интервью, там буквально флэш после матча Байкал про футбол. Михаил Кричмар, возглавляющего про футбол, и он тоже будет говорить о том, что есть, да, какие-то трансферные мысли, но уже этим составом они готовы играть в первой дивизионе. Ну, конечно, с этими игроками гораздо, ну, вообще, другая команда стала, и с ними еще. Мне что нравится лично с ними играть, они, мне эта команда пихать начинают. Ну, вы знаете, там внутри идет непонятная атмосфера, а с этими ребятами они конкретно на опыте и атмосферу очень хорошей в команде. Ну, даже если что-то не получается, не забиваешь там, не бывает такого, что взяли. Если что-то правда там по делу ошибаюсь, они, ну, укажут на это, но именно укажут, не то, чтобы там начнут, не знаю, там пихать и кричать, нет, все всегда по делу и подсказывать. Мне очень много, кстати, от них дало, сколько я с ним играю, это вот несколько лет. Здравствуйте, Михаил, поздравляю вас с победой. Скажите, пожалуйста, какие у вас мысли о следующем сезоне? Собираетесь ли вы усиливать состав или будете продолжать играть тем, которым сегодня вы одержали победу? Ну, в любом случае мы будем усиливаться, несмотря на то, что мы считаем, что наш состав относительно силен, даже для первой лиги. Тем не менее, мы будем проводить определенную трансферную политику, будем искать либо сильных игроков среди наших воспитанников, нашей школы футбола, либо будем привлекать игроков со стороны. Спасибо. И тот футбол, который, в принципе, футбол показывает, это комбинационный стиль, который, ну, немногие команды могут похвастаться от такой игрой в пас и таким уровнем исполнителя, на самом деле, и даже, ну, что скрывать, и в высшем дивизионе многие позавидовали иметь, там, ряд определенных игроков, которые есть. Про Павла Соловьева я могу сказать, то, что мне, зная, что я хорошо общаюсь со многими командами, ну, во всех дивизионах, и звонили несколько команд из высшего дивизиона, и пытались узнать контакты Павла, хотели пригласить, но я сразу говорил о том, что бесперспективная идея, потому что не думаю, что Павел покинет команду, это нереально я не представляю себе, ну, потому что мы сейчас плавно будем переходить к школе про футбола, наверное. Мы зададим вопрос, мы его задаем практически всем, кто является командой, которая поставляет какие-либо спортшколы. Вот вообще концепция школы про футбол, на что рассчитано, есть ли задача, чтобы, знаем мы, что у вас есть дубль, также играющий во второй лиге, но в группе серебро, воспитанники, чтобы про футбола играли в основном в составе. Все воспитанники в основном, задача такая и точечная есть, и все, воспитанники сняли через дубль, пропадают в дубль, потом распаялся во въех, кто тренирует и приглашает в основу, вызывает, старается максимально подтягивать на игры, ну, конечно, точечно смотрит, куда надо, необходимо, но обязательно у воспитанников много проходит в дубль, потом сюда. Ну, и такая школа про футбол, такая идейная школа, что мне в ней вот, например, нравится, она прямо видно, там вот Михаил как раз, основатель школы, он очень такой человек идейный, тоже, что вот именно по подобию Краснодара все это, в этом ключе, он еще болеет за них. В таком, знаете, ключе много именно, что вот именно отношения, после ее это бывает, перед играми, что-то говорить, какие-то речи, видно, человек прям горит этой идеей. Семейственность такая. Прям очень серьезная, в этой команде именно, ну, и Паша ее, конечно, поддерживает сильно, и вообще фанат, на мой взгляд, всего этого, и с Михаилом они прямо именно, ну, вот такая атмосфера семейная получается, что поддерживают, в общем, в ситуациях независимо бывает с футболом, просто жизненный кит, там, передряги, всегда там готов помочь им, ну, поэтому очень мне нравятся отношения, и из-за этого отношения, в основном, нравится все это, во всем этом позиции общаться. Антон, ну, мы видели семейственность, помним мы летний кубок, который у нас проходил, был как предсезонный турнир, и тем, кто, может быть, забыл, я напомню, что про футбол победил в дивизионе народ, летний кубок, и в финале было очень красиво, на финальный матч, приехало очень-очень много каких-то болельщиков, там, борются про футбол, может быть, там и руководство, команды были флаги, аплодисменты, то есть такая замечательная футбольная атмосфера была, и, кстати, вот это тоже помогло, потому что там атлетика очень неплохое сопротивление оказывала, особенно в первом тайме, и во втором тайме про футбол, там, ведомость своими болельщиками, в том числе, победил и завоевал кубок летний, вот тоже показывает о том, что семейственность такая создается, именно все другу поддерживают, это же здорово. Ну, да, и то, что это важно реально всем, тоже Михаил, там, всех групп, приходите, там, там, реально пришел, откликнулся, потому что это не просто какая-нибудь очередная там игра, а именно, как бы, важно для всех, чтобы выигрывать, все равно выигрывать стоит такая задача, и важно всем это, просто для себя, для эмоционально, чтобы эмоционально все вот тут было, и то, что он максимально старается это все поддерживать, и людей в этом увлекать, мне кажется, это очень ценно, ну, для меня, по крайней мере, когда реально кричат, поддерживают, все им повлиять не получается. Ну, да, в каких-то моментах и крылья появляются, и в каких-то моментах, да, ты понимаешь, что не просто так ты делаешь то ли, чего ты вышел на поле, это очень подбадривает, и я так понимаю, болельщиков мы снова, наверное, увидим на кубке уже, когда вы будете за очередным, в походе за очередным трофеем. Ну, попробуем, не знаю, трофеем как-то непростая, там, сетка у нас, я знаю, есть в этот раз, ну, оставайтесь от себя же, как получится максимально точно. Мне кажется, что вообще, вот, лидеры второй лиги, сейчас, в частности, мы говорим о трофутболе, как в том году, помнишь, мы ждали противостояния Атласа, там, с тремя звездочками, мне кажется, вот, тоже будет очень интересное противостояние про футбол, там, с лидерами первого или высшего дивизиона какой-либо команды, и очень сложно, например, угадать, чем это противостояние закончится, потому что, конечно же, команда имеет такой состав, имеет такие ресурсы, людские в первую очередь, конечно же, команда уже первого, са второго, либо тут говорить даже не о чем. Согласен полностью. Хотелось бы узнать, вот, о проблеме, которая единственная, на мой взгляд, существует в команде, после ухода из команды Владислава Федотова, вратарская позиция, Владислав Федотов, кто не знает, покинул про футбол, и сейчас играет за команду «Востоксервис», и вот недавно в Еврокубках он блеснул, по пенальти «Востоксервис», по-моему, «Успенская» прошел, и там героем этой встречи стал вратарь, после матча в пенальти блистал, отбил несколько ударов, вообще, как бы, чуть ли не сильнейший сейчас, один из сильнейших былкипинг Москвы считается, и после этого несколько человек мы видим в воротах у группы футбола, в том числе и Анатолий Минаев, который вообще номинально нападающий, и сейчас, если посмотреть, он идет в таблице бомбардиров топ-10 2-го дивизиона. Как вот с вратарями вообще обстоят дела в команде? Я так понимаю, что в этом сезоне, может, доиграем как, ну, без какого-то там основного вратаря, а когда, если выйдем выше лига, ну, в первую, то там уж, я думаю, у нас, конечно, надежда, что Владислав к нам вернется обязательно, конечно. Но все-таки уж, я очень надеюсь, мы с ним и дружим, и общаемся, и я надеюсь, что с ним уговорим, да, может быть, что, поиграл чуть-чуть, показал себя, можно в первой лиге помочь команде сходить в вышку, мне кажется, самый правильный вариант. Уже будет опытный, готовый футболист, немножко подготовился, и, может, мы с вами начнем. Игорь, хотели бы, чтобы ты нам рассказал, нашим зрителям, о своей карьере. Знаем, что играл ты большой футбол, 11 на 11, играл в командах довольно известных, хотел, чтобы рассказал, и после этого хотелось бы, чтобы сравнил форматы 11 на 11 и 8 на 8, где тяжелее забивать, какие задачи от футболистов. Вот такой бы рассказ хотелось послушать. Я играл что-то давно, правда, в детстве больше тяжело в Подоле, в Подольском, в Курилу Морозову, первый тренер у него, потом в Дисне играл какое-то время, потом, ну, потом, когда был вариант между учиться и играть, я уже учиться, стал учиться, все работать, играть стало гораздо меньше, хватало времени на футбол и все. Последние лет, наверное, 5, 7, 6, играю опять. Мне, по сравнению с 11 на 11, было сначала очень тяжело играть 8 на 8, потому что вообще по-другому все. Я привык немножко не так играть, тут совершенно все стало наоборот, где не до дачи всех, и речь нападающего играют, то я привык немножко там, вроде бежишь, прокидываешь, по-другому немножко, а здесь получается, но сейчас уже адаптироваться и гораздо к этой команде, что 8 на 8, мне на сегодня проще, чем 11 на 11 сыграть. Хотя порой тоже поиграть было бы. Ну, плохо, но на том, где нигде. Ну, а так вот, после того, как я тренировался там в Подоле, играл на северо-западе в ЛФЛ, мы также выиграли второй, дивизионный первый, играли за юнити, выиграли кубу северо-запада, потом, ну, тоже вместе, даже с Оловьевым, кстати, начали играть со всеми Стилковым, и с тех пор потом мы с ним уже в ЛФЛ попали вместе в профутбол, и продолжаем здесь, собственно, играть. Ну, вот и все, наверное, где рассказать не играл. Ну, вот насчет рассказа об адаптации, я всегда вспоминаю, в принципе, игры можно сравнить по габаритам и по стилю игры. Я всегда Арсена Авакова, к примеру, помнишь, как Антон прекрасно, как Арсену тяжело давалось адаптаться в футболе 8 на 8, вообще не понимал, что делать, тогда как раз в Алании это было, с Владимиром Газаевым пытался, там, Владимиром, сделать дуэт, и Арсен вообще не знал, что делать, а потом где-то через полгода там это стал, наверное, самый грозный нападающий в Москве, самый грозный дуэт был Газаев-Аваков, это сумасшествие было какое-то впереди, но не наши лики, да и лики Ченкова в Талане погремело. Вот примерно, наверное, такая же ситуация. Перестроить, надо понять просто сам механизм в этом моменте. Ну, как структура, другая немножко, да, и игры тут, тут нельзя сказать, что это большой футбол, но и мини-футбол, мы тоже не назовем, чтобы такое среднее, соответственно, она более динамичная где-то, может, там, возможность убежать, но думать приходится тут гораздо чаще и гораздо быстрее, мне кажется. Побыстрее все, да. Все просто побыстрее, да, в силу того, что поле поменьше, а игроков-то не намного меньше, чем в большом футболе, соответственно, пространство точно получается не намного меньше. Да. Везде. Поэтому, это надо понять механизм, перестроиться, перестроиться, и потом уже. И понять для себя, для себя понять, как я идеально могу себя здесь проявить, да, потому что те навыки, которые обладаешь там, исходя из большого футбола, конечно, в голове тут приходится перестраиваться полностью почти. Но это не только нападающие, ты можешь сказать о любом, о полузащитниках, защитниках, я думаю, и в вратаре тоже, если обратить внимание, ну, вот, если там дивизиону, ну, повыше взять, взять, то вратаре тоже гораздо быстрее играет, чем в большом футболе, все-таки, в большом футболе дольше есть момент, пока там разбегутся, убегут, здесь-то быстрая динамика, то есть, на контратаках очень значительно. Ну, значит, мы об этом говорим, даже когда есть индейские наши семинары, о том, что 8 на 8, более контактный футбол, более плотный, если 11 на 11, там есть пространство, меньше единоборств, больше времени на принятие решений, то 11 на 11 все очень быстро делается, и... Накрываются. Накрываются. Конечно. Который, меньше площадь, и меньше времени на принятие решений. Игорь, поговорили мы о школе, поговорили в целом о футболе, и в завершении нашего разговора нарекану осмотрят родители, у которых есть дети, почему именно в профутбол должны они привезти своих детей? Я бы почему не рекомендовал именно этот профутбол, потому что из-за атмосферы, которая царит, потому что школа там, я думаю, немало, наверное, разных, но именно такая атмосфера, именно семейная, что мне вот привлекает больше всего, мне вот свой ребяту хочу все отдать, именно в школу туда, просто не может не получать со временем, но факт в том, что сама атмосфера, которая там царит, и само отношение, ну и тренера во многом, я сам-то почему в основном из-за тренера, из-за этого сам перешел, из-за Павла Соловьева, я же сам с ним, почему стал везде дальше, с лигой вместе играем, именно из-за его отношения, из-за его подхода ко всему, ну вот это, ну вот это просто фанатик футбола, и все, ну реально человек, который горит этим, очень хочет, чтобы других получалось, когда получается, реально радуется искренне, ну, такого отношения от людей редко, на мой взгляд, сейчас встретишь. Павел Соловьев еще, те, кто может быть не знает, он мини-футбол, который мини-футбол, играл в суперлиде за Спартак Щелкова, насколько я помню, и в отличном счету был, то есть это футболист, мастер с большой буквы, и, наверное, в довершении нашего разговора хотелось бы пожелать удач в кубке, завоевать медали, я думаю, что в тройке вы будете точно, может быть, в медали более высшего достоинства, там о чемпионстве, вы сами говорили, не просто будет, но попробуем. Желаем удачи, надеемся увидеть профутбол в кубке как можно выше, ближе к финалу. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, переходим к серебряной группе второго дивизиона, сразу же внимание на турнирную таблицу, Атлант лидирует после 19 матча 40 очков, Самора потенциальный лидер турнира, так же, как и Профа-20, у Самора после 18 игр 39, у Профы-20 после 17 20-35, Сварог недалеко 17-34, так же и Хамовники, это в принципе тоже недалеко, 16 матчей 32, Штурм 16 матчей 32, Браво 16 матчей 30, давайте десятку уже до конца обговорим, он дубль удара с 18 матчами 28 очков, Ленинские горы 17 игр 27 очков, и дубль Профутбола и дубль Профутбола после 16 игр 25 баллов, ну, Вега, давай уж скажем, ради справедливости, тоже 25 баллов, но уже игр побольше 18. серебряный дивизион у нас первый год существует, так же, как, собственно, золотой, таков регламент, сразу, может быть, разочарую кого-то, кто находится в верхней части тренирной таблицы, все-таки была у нас идея, откроем карты, что команда именно дисциплина, если у Руслана Багирова получится всех заинтересовать, окончательно всех замотивировать, то команда, конечно же, по потенциалу в середине второго дивизиона, вообще общего сейчас, у него есть золотая, серебряная, середняк второго дивизиона, там, может быть, если трансфер удачный получится, то и на большее нужно будет. Почему нет? Почему нет? А так, ребята играют в удовольствие доигрывать в чемпионат. Ну, они, в принципе, всегда в удовольствии играют. Всегда у них улыбки на поле, чем-то антиспорт напоминают, только антиспорт результату, а выше играют они в другой группе, а так, ребята всегда улыбаются, никогда. Ну, тоже, общая целостность, райончик. Да, 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 с одного квартала все почти, все ребята, поэтому... Ну, я думаю, Сириус-то многие помнят, потому что, кто у нас давно в лиге, и как все помнят поле на Академической, легендарной, откуда, собственно, Юго-Запад у нас и вырос, все помнят эти асфальтовые дорожки, подорожничек... И как собак выгуливали, как собак выгуливали, и по колено в лужах, и историю мы помним, это, наверное, это самая вообще легендарная история, вот этот вот Гарьево поле, первый чемпионат, матча Торпед Гагаринский и Аланья, я тогда за Торпед Гагаринский играл, и обыграли мы тогда Аланью 4-0, и за нас играл нападающий, фамилию не вспомню, честно, Максим, и, ну, знаешь, всегда там на академической, на лавочках собирались местные, так сказать, любители футбола, местные интеллигенции, аналитики, у которых там в бидончиках, там еще рядом такая разливуха была, была, именно такого советского типа с чебуреками, там с бидонами, там стояли, вот они садились, там бидончики что-то добавляли, но неважно, и Торпеда, так как Сергей Цеплаков там работал, в спорт индустрии, магазин назывался, там работал, все его знали, ну, и приходили поддерживать, Торпеда, и вот, в общем, этот Макс, забивай гол, какой-то там, Алань 4-й, жуткий ливень, то есть, там по щиколотку все в грязи, и он за воротами Аланьи находится, не, это за воротами с другой стороны, и он забивает гол, и в эту лужу опрокидывается, и как раз приходит эта группа интеллигентов, и он только из этой лужи вылезает, там отрехается, его поздравляют, такой голос на все, на весь стадион, Ого, что, Торпеда-легионер? То есть, он был доступ темного света, да, темного света, то есть, сначала подумали, что темнокожий футболист, это вот к тому, что откуда мы выросли, и вот, Сириус. Сириус как раз с того самого поля на Гаримау, да. Да, ну давай, лирические, исторические отступления закончим, перейдем к нашей действительности, Фурии Профа-20, Профа-20, команда, которая претендует на победу в серебряной группе, проигрывает Фурии. Ну, насколько мне известно, там в меньшинстве они играют, по-моему. Ну, само по себе, естественно, я понимаю виды ребят, которые отказываются давать интервью после встречи, и я понимаю, в кубке была хорошая игра против Вилла, ну, и вообще, как бы, Игорь Питерский, очень амбициозный, и человек, делает он там команду, папа ему помогает, с людским ресурсом, с людским ресурсом проблема. Мы упоминали чуть ранее, когда обсуждали вихрь, о том, что в ходе сезона получили пробоину очень большую, футболисты профи, там, и скололась команда. Сейчас потихонечку реанимируется, ну, конечно, поражение от Фурии, но он... Ну, сенсация по-своему. Сенсация по-своему. Там никого не должно волновать, кто как приехал. Ну, Трофея мы желаем удачи, приступить через очередные проблемы. Ну, я думаю, когда у них все приезжают, ну, Фурию бы они спокойно обыграли, но вот в этом туре вот такая ситуация. Ну, да, Фурия, потому что тоже, знаешь, такой Фурия, придаток игроков для других клубов. Знаем мы, что там, Хамонники 0.9, оптом из Фурии там несколько игроков взяли, еще по каким-то клубам расходятся. Ну, откуда-то появляются новые футболисты. Команда молодая, команда приятная, тоже приезжают, играют для себя. Хорошие ребята никогда ни с кем не конфликтуют. Девчонки с ними приезжают на трибунах, сидят, все болеют друг за другом спокойно. Да, да, да. Молодцы, играют. Не, как-то я разговаривал с капитаном команды Фурии, и он сказал, да, мы бы с удовольствием боролись за какие-то другие места, но пока так. То есть, мысли какие-то есть, теперь надо придумать, за счет чего эти мысли осуществить в жизни. Желаем удачи. Давай, к следующей игре. River Plate, это Атлант. Атлант побеждает River Plate, и для меня немножко ситуационно. Да, там может быть не по потенциально, но по надобным очкам на данный момент является лидером. Атлант вообще была у нас несколько лет назад, не то, что несколько лет назад, а там сезон-два назад была довольно проблемной командой, и менялось там руководство постоянно, потом там хотели подтянуть Атлант к системе МГУ, то есть там целая была, хотелось выстроить целую систему, мы об этом говорили уже, то, что там ММФ, которых сейчас уже не существует, по другим названиям играет команда, ММФ должна была быть первой командой в высшей лиге, ММФ 05 должен был быть в первой лиге, как вот такой фан-клуб, и, как можно сказать, молодежная, как знаешь, в КХЛ команда выстроена первая команда, фан-клуб в вышке, и молодежка там это, и этот Атлант должен был быть молодежкой, но что-то не срослось там, опять смена руководства очередная, там и менялись там два или три раза в течение сезона представители команды, в итоге Игорь Животов возглавил эту команду, он давно за эту команду играл, взял на себя всю ответственность, звали мы его в студию, к сожалению, в отъезде он не смог приехать на эту передачу, ходили мы узнать, спросить про все вот эти вот, как он налаживался в Атланте, тренер там пробовался один, пробовался другой, в итоге сейчас команда на первом месте, молодцы, здорово, молодец, работают. Боевит хороший коллектив, тебе и мне приходилось работать на матчах с ними, они всегда выходят, всегда играют исключительно на победу, даже может быть меньше там удовольствия, ребята просто хотят выиграть, они всегда выходят за тремя очками, тут 7-2, ну проблема реверплейта, мы с тобой реверплейт, это неизвестно, как приедут, неизвестно, в каком состоянии, в таком состоянии веселом или печальном, но молодцы, играют, мне нравится, мне тоже нравится, сильно приятно, в позитиве, приехали, как-то не унывают, да, может там между собой, они иногда как бы ссорятся, там что-то это, но это эмоции, да, футбол без эмоций, еще раз повторимся, не бывает. Со Сеном Радобановым мы пообщались после этой встречи, давай Сену дадим слово. Здравствуйте, Арсен, можете, пожалуйста, прокомментировать игру? Ну, по игре, ребята играли, во-первых, без замен, вот, поэтому, наверное, тяжело чуть-чуть было, у нас было достаточно много игроков всего, запасных, вот, перебегали, переиграли, ну, собственно, много не забили, у ребят тоже моменты были, но мы посильнее сегодня смотрелись, ну, объективная победа. и стоит ли у вас задача выиграть первое место в серебряном кубке? Остальные со мной. в принципе, да, просто там чуть-чуть у нас до этого состав не собирался, проиграли два важных матча, один или два матча, а так сейчас вроде ребята все в форме, все готовы, дальше посмотрим, все зависит, как сыграют ребята, которые выше нас. Все, спасибо, удачи, следующий раз. Ну, дальше у нас по календарю вега ФКС, в ФКС здорово начали сезон, там, помнишь, в Сент-Росен, там игра была какая-то там сумасшедшая, супернастроем, в начале сезона давно, как уже кажется, давно, на самом деле, это начало этого сезона, ну, что-то в ФКС сбился прицел, последние игры, и произошло, ну, видимо, не хватало, рискового ресурса была неявка, потом, вроде, на кубок, там, разгромили МИК очень большим счетом, а потом выяснилось, оказывается, что Константин Донев, который вообще находится в аренде, там, в каком-то клубе Запада, из ФКС, в этой игре принял участие, и, соответственно, получили ему техническое поражение, к сожалению, ну, и сейчас видно, что не собираются. В меньшинстве приехали. Ну, хорошо, что приехали. как всегда. Ну, а Вега, это опытная команда, опытный тренирный боец, который вот, если чувствует запах крови, она не отдаст. Никогда, никогда не отдаст, у них всегда хорошая явка, говорили мы о том, что у Веги, ну, состава, вот, самого основания, он и не менялся, толком, кто-то приходил, просто уходил, два-три человека. Да. Ну, и, в принципе, ФКС с игровыми проблемами, плюс в этой игре в меньшинстве, результат таков. Такой, какой есть. Такой, какой есть. ФКС посмотрим, какие будут амбиции, если же будут амбиции на уровне начала прошлого, ну, этого сезона, прошлого года, хотел сказать, этого сезона, то, тогда, конечно же, будет интересно. Надеюсь, ну, мне кажется, что и не будут они существовать в таком состоянии, как сейчас, просто доигранный сезон, просто доигранный сезон, а там потом маркировочка произойдет какая-то. Что-то произойдет обязательно, да. Просто игроков в аренду отдают, не просто же так, потому что ребята поиграли, а мне кажется, потом вернутся все. конечно. И будут решать уже какие-то определенные задачи. Корсар Самора 3-1, победа Саморы. Старается Артур Абдульев, вот, кстати, он будет один из тех, кто расстроится, из-за того, что первое место в серебряной группе ничего не даст. Это я прям, вот уверен, на 100%, Артур, так получилось, и разговаривали на эту тему, тогда еще было непонятно, как получилось, так получилось. Есть амбициозные планы у Самора на следующий сезон, я об этом знаю, озвучивать их не буду, потому что на это разрешение не получал. И будет интересно посмотреть. сейчас интересно посмотреть, то, что есть футболисты, там, и Никонова мы помним, там, за выступление за красный пролетарий, и нападающего мы помним, Бляков, по-моему, который выступал за чемпионат, в один чемпионат в высшую лигу, и там тоже играл, поэтому, есть кем играть, и в следующем сезоне за Самору будет точно интересно смотреть. Разница в классе в этой игре и отражается на счете. Корсар 3-1, Самору для Корсара неплохой результат. Плохой результат. А для Самору, в принципе, это очередная победа, запланированная, я даже думаю. Ну, а Корсар, все без заменений, есть нападающие, но, конечно, сейчас, мне кажется, не в том тонусе находится, не в плане физической формы, а именно тонус, фартовость, знаешь, может быть, заряженность, незаинтересованность, да, пропала, то есть, но все равно есть на кого посмотреть в Корсаре, и команда, в принципе, оставляет о себе память после каждой игры. Нельзя сказать, что там какая-то безапелляционная поражение всегда есть. Нет, они пытаются, тоже так же стараются, теми ресурсами, которые у них есть, они показывают довольно-таки приличный футбол. Другое дело, то, что когда ты выходишь против команд, которые у уровня игроков, ну, откровенно, посерьезнее, тут, конечно, тяжело. Проблема, да. Опыта наберутся, ребята там молодые есть, и, может быть, будут прибавлять. Я думаю, что будут прибавлять, уверен, да. Ну, в любом случае, за паузу что-нибудь придумают. Штурм Павлин, 8-2, победа штурма. Штурм хорошо укомплектован. В штурме есть футболисты с опытом игры. В высшем дивизионном. Ну, из 1-10, чего только стоишь. И выгули их там, мы помним. И, собственно, Егор Гераськин, человек, который вообще руководил Олимпом, вводил команду в высшую лигу, команда успешно там играла и не по спортивному принципу оттуда ушла. Просто решили закончить этот проект. Симпатичен. Штурм очень был. Я работал на этой игре, я скажу. И там такая, перед игрой, я так понимаю, то, что встреча друзей была. Понимаешь, они очень хорошо между собой были. Егор Гераськин играл за Павлин, и многие футболисты играли, и которые были из Олимпы, да, я за Павлин, спасибо, что они... Да, они в дружеской атмосфере, это все шутками с прибаутками, на счет никто не обращал внимания, и было это неинтересно. То есть, знаешь, честно, напоминал такую товарищескую встречу в честь какого-то праздника, потому что спортивного составляющего как такового там не было. Ну, пришли вместе покатать мячик, поржать там и уйти. Ну, 8-2, ну, выиграли, ну, молодцы, ну, проиграли. Ну, тоже Павлин, мы знаем, что Владимир Павлин сейчас думает о том, чтобы в ветеранской лиге появилась команда с похожим названием, не знаю, ущерб это будет Юго-Западной лиге, будет или не будет, там, я думаю, Владимир сам не решит, но знаю, что были такие мысли о ветеранской. Ну, посмотрим, как будет все это осуществляться. Так или иначе, 8-2, штурм борется за медали, а Павлин пока что доигрывает чемпионат, в котором есть. Но учитывая, что вообще команда, кто помнит, снялась в ходе сезона, и 2-3 тура был пропуск, и потому что Владимир Павлин перед началом этого сезона ушел были с команды, доверен ее другим людям. В итоге это детище, Павлин тоже, там еще я помню, на теплом стане, там, 10 лет назад они играли, и не смог Владимир спокойно отреагировать, на то, что он детище снимается, вернулся в команду, принял бронное управление, и здорово, что команда осталась, играет команда с историей, и очень важно для Юго-Западной лиги. Конечно. Ну, давай обсудим матч Ленинские горы, удар-дубль, 5-3, победа Ленинских гор, раннее начало игры, 8-50, мне кажется, удар-дубля не привыкать, Владимир. Они любят пораньше начать. Они любят, Ленинские гор не очень любят начинать 8-50, но, так или иначе, долгожданная победа, и Ленинские горы тоже. В принципе, про все команды, серебряные группы, знаешь, там ниже 10-е места, можно сказать, что в ходе сезона испытывали какие-то проблемы, связанные там со снятием, с людьми, ну то есть эти вот типичные организационного характера, проблемы именно с недобором людей, там, ну вот эти вот проблемы. Хорошо, что эти команды остаются, Ленинские горы трансферной компании провели, появились новые люди, позже сейчас в интервью узнаем, как трансферная компания в Ленинских горах проходит, зато честно, откровенно нам рассказали, рассказали про то, как все это происходит, это жизнь любительского футбола, без этого никуда, а удар, дубль, ну дубль, удар, дубль ударил. Дубль, удар, это как Меркурий, дубль, значит, чем-то напоминает, по тому же принципу, то есть люди, которые там ковали историю команды, они вообще сыграют за дубль. И потом они, возвращаясь, то, что три круга боков у нас сегодня был, то, что семейственность, и можно сказать, все отцы основателей удара играют за дубль, и потом они на матче первой команды ее активно поддерживают, то есть там без флагов, но с другими там в руках предметами, но тоже они вместе с командой поддерживают. Ну поэтому на утро и ставят, чтобы освободить, и по основу все нормально, все правильно. Так или иначе, в этой встрече у нас побеждают Ленинские горы, и давай даем слово Александру Ифанову. Александру Ифанову, да. И послушаем, как обстоят дела в Ленинских горах. Здравствуйте. С победой вас. Спасибо. И комментарии по игре провел. Ой. Ну, с утра всегда не очень просто играть. Первую половину игры, первую половину первого тайма мы, можно сказать, проспали. Включились, наверное, только серединки первого тайма. Ну, было непросто. Слава богу, добились нормального результата. Дотерпели, дожали. Но надо играть лучше. Хотя сегодня было более-менее, так скажем, ну, втором тайме примерно. Все реализовали, все нормально. Каково это начинать матчи в 8.50 утра? Это, ну, непросто. Потому что, все-таки, ну, это любительский футбол. Ну, многие, конечно, режимят. Семейные люди, кто-то там и так далее. Кто-то привыкши вставать по утрам. Ну, лично для меня не очень просто. Ну, и как и, в принципе, для большей части команды, потому что, ну, это было видно прям по игре. По первому тайму. Ну, и последний вопрос. Как ведется трансферная политика клуба? Где вы ищете игроков? Ну, это, по сути, сарафанное радио. С кем где-нибудь играешь, тренируешься там на неделе в других, да, там, каких-то местах вне ЛФЛа. Видишь, как игрок умеет играть, договариваешься. Ну, и, собственно, зовешь. Тренировок у нас, к сожалению, пока нет. Тяжело проверить сразу же человека там в командной игре. Но, в принципе, люди там две-три игры и входят в коллектив. Ну, и напоследок радостное событие для поклонников Урана. Долгожданная победа со счетом 4-3 над довольно крепким Лемантисом. Знаешь, Лемантис здорово начинал сезон там. И Леша Андреев, и Леша Санченко играли. Ну, я Санченко и говорил. Санченко вообще даже сейчас находится вообще в сумасшедшем тонусе, смотря на его там работу, не буду там говорить, какую. Кто Леша знает, тот знает, что за работа. И не связано у нас со структурами силовыми, а то у нас обычно думают, что это так, это значит, какие-то силовые структуры. Нет, там другая чуть-чуть работа, но тоже не менее ответственная. И он находится в сумасшедшем тонусе. И вот он вот как вот был, знаешь, вот когда мы юго-западной сборной чемпионами становились, и вот он был вот такой вот, знаешь, такая вот кусачая собака. Такой и остался. Такой и остался даже сейчас. Хотя там возраст уже все. Понимаешь, да, там может быть физические кондиции не такие великолепные, как были тогда, но в любом случае это футболист, который вот он приезжает, или мальчик сыграет совершенно по-другому. Один игрок, один игрок, конечно, это человек не второй лиги. Да, это понятное дело. Но там такой разум, такая светлая голова, так и техническое оснащение позволяет. Плюс когда еще Алексей Андреев все это дело цементирует, то там, понимаешь, конечно, вообще по-другому смотрится. Ну а Уран, команда долгоиграющая у нас в лиге, на том числе легендарное поле академическое участие принимающая. И все, кто знает и любит, там помнит Уран, и все те же лица, и в воротах колоритный голкипер, и Дивич нападающий, все они есть. И вот ребята, Максим Семин сам же, собственно, и ребята одержали первую победу, с чем их поздравляем. Желаем на этом не останавливаться в этом сезоне, продолжать пробовать набирать очки, играть в футбол. За это мы любим английский футбол, что такие команды у нас есть. Ты знаешь, вот несмотря на то, что Уран там в аутсайдер, там и очков мало набрал, и первую победу только на финише его задержан. Но я знаю то, что произошел сейчас, переход одного из игроков этой команды, и он сейчас борется за борьбу за переход в высшие дивизионы, в другой лиге, в южной. Так что не надо смотреть. Я даже понимаю, о ком идет речь. Поэтому тоже, то есть и такие команды дают хороших футболистов, несмотря на то, что они не претендуют, кроме как поиграть в хороших футбол. Нет, там вообще урана, урана я тебе могу сказать, то, что очень хорошая, молодая поросль, они есть, появляются. Вообще урана, мы говорим, 6 очков, мы знаем о том, что 5 этих очков из 6 было набрано, именно, мы сейчас говорим о том, что серебряные группы, какие-то очки взорвали, но неважно, в общем 5 очков, это одна победа и 2 ничьих были набраны в последних 4 играх. То есть, после того, как пандемия, вот команда, что-то перестроили, где-то что-то усилили, стали подъезжать ветераны и пошли результаты. Пошло, да, пошло, поехало. Так что нет, хороший коллектив, два хороших коллектива, Лимантия, Суран, хороший футбол, четыре, ты классный, одни помогли другим. Все доволен, все счастливы. Конечно. В этом и есть смысл, в частности, любительского футбола, не только там, я не знаю, за чемпионство бороться или чемпионов выиграть, но и просто в футбол поиграть, покайфовать, как мы любим говорить, да. Почему нет? Согласен. Давай на этой оптимистической ноте, наверное, будем прощаться. Скажем спасибо нашим зрителям за то, что были с нами. Через 2 недели мы планируем передачу, посвящен итогам сезона в высшем дивизионе. И уже будем подробно об этом говорить. А на сегодня все. С вами были Михаил Першин и Антон Погодин. До свидания.